Радио Шок Анастасия Трибунская Программа Рокология В прямом эфире Радио Шок Доброго дня, уважаемые радиослушатели В прямом эфире программа Рокология У микрофона Анастасия Трибунская В гостях у нас сегодня группа Другой Ветер И даже практически, можно сказать, в полном составе Да, привет, друзья Привет, радуйтесь Как настрои, бодрость, духа В этот прекрасный день, воскресенье Все отлично, мы прямо с репетиции К вам, с утренней репетиции Утренней репетиции, мне кажется Это прям очень страшно, тем более по воскресеньям Ну, кому как Вам, видимо, не очень Да, мы привыкли, потому что весь день потом свободен Тоже прекрасно У нас сегодня поводов для встречи сразу несколько Во-первых, у группы скоро выходит новый релиз А во-вторых, 4 и 9 ноября в столицах пройдут концерты С презентацией этого релиза, как указано Да, совершенно верно Хорошо, всех, конечно же, приглашаем 4 ноября Москва и 9 ноября Санкт-Петербург Все приходите У нас есть чат, куда можно задавать свои вопросы И будет что-то интересное для слушателей сегодняшних Ну, мы сейчас подумаем Хорошо Пока тогда поговорим о релизе Что вообще это будет? Ну, на самом деле, у нас очень давно Не выходило каких-то полноформатных релизов Мы в основном синглы выпускали последние пару лет Вот, и, наконец, созрели для чего-то более глобального Вот, но, к сожалению Произошла чудовищная ошибка На самом деле, у нас очень на ходу все меняется Планы Планы и действия Да, и мы сначала Думали о полумерах Думали выпустить EP А в итоге решили продолжить работу над альбомом Большим выпустить его попозже А сейчас презентовать сингл То есть, все-таки идете все равно направлениями альбомов именно, да? Да, мы просто могли выпустить EP-шку Да, мини-альбом, да, так сказать К этому концерту Но из-за того, что мы немножечко не успели С датами Мы выпустим сингл Но зато, какой плюс Мы к весне К этой EP-шке добавим еще одну EP-шку И выпустим, наконец Еще одну песню Да, и выпустим, наконец, полноформатный альбом Вот, поэтому, ребята Все, кто очень сильно ждет Не отчаиваемся Все будет еще круче Чем могло бы быть Да, и мы, кстати Те, кто нас слушает Те, кто нас поддерживает И сочувствует Призываем продолжать нам помогать Мы видим сборы На этот альбом Процесс записи Сведения и всего остального Не остановился Соответственно, ваша помощь До сих пор нужна И не забывайте об этом Да, переходите в официальную группу Там все ссылки есть Так что Обязательно после эфира Зайдите и помогите Поскорее выпустить новый альбом в группе А ты хорош Как же без этого Да Вообще Получается Уже известно, сколько песен В этот альбом войдет Или пока все только работаете И собираете Не, мы работаем У нас всегда все в последний момент И Но мы постараемся Чтобы это был Максимально интересный И разнообразный релиз Разнообразный в плане Может, какого-то нового звучания Экспериментируете Или разнообразный именно По текстам По каким-то темам Гостям Ну, можно сказать, что Во всем Во всем правда есть Во всем есть правда, да И там, и там, и тут Постараемся успеть И Разнообразить Да, и возможно Именно то, чего от нас не ждут На этом альбоме появится Зачитаете рэп на английском языке Или на японском Не знаю Посмотрим Хорошо, интересно Соло на балалаке будет Да? Да Я запишу Ну все Ты понимаешь, что ты сказал Это в прямом эфире И теперь все будут это ждать Легко вообще Хорошо На новом альбоме Группа Другой ветер Прозвучит соло на балалайке Просто отдельные песни Или прямо вставишь куда-нибудь Ну, оно будет просто Оно очень тихо будет А Там на фоне Ритм гитары Понятненько, понятненько Так что прислушивайтесь И когда найдете в каком треке Балалайка будет записана Обязательно отпишитесь В телеграм паблик барабанщика Да Да Только подписаться надо обязательно Мы подарим какую-нибудь мега Балалайку Балалайку На которой записывали эту сону Кстати, да Класс Это интересно Мне нравится Прекрасно В чате уже пишут Байт хороший, в СПБ ждите Прислали сердечко И пишут Лёва, Рома, Женя Привет, доброго Эфира, Фил Пап, привет Ой, привет Привет, Фил Это мой второй папа А Хорошо Очень интересно Получается, кто у вас Пишет композиции? Ой У нас Всё по-разному У нас Есть Две схемы Первая схема Это Я пишу Песню И мы её Аранжируем Вторая схема Рома пишет музыку Я пишу на неё текст Вот В новом релизе Будет Больше по второй схеме Работаем Угу А Женя Принимает участие? Сол на балалайке Играю Хорошо На самом деле Это первый релиз В котором я принимаю участие Потому что я-то в группе недавно Ну как недавно Сколько? Год, да? Уже почти Уже почти год С октября Прошлого года Вот И этот Альбом И вообще Эти песни Которые мы сейчас Пишем в студии Это первые песни В которых я Как Я не знаю Как Ну соавтор Наверное громко слишком Ну соавтор Наверное Вот Это очень круто Мне это нравится Здорово Я на самом деле До безумия Просто жду момента Когда хотя бы первый трек выйдет И я тогда полноценно почувствую Что да Я теперь Кусочек другого ветра Да А первый трек Кстати выйдет Мы можем сейчас уже объявить Первого ноября Класс То есть прям до концерта В ночь с октября на ноябрь Первого ноября в 00.00 Ждите на всех площадках Новый релиз Там нужно куда-то переходить Просеивать делать Как сейчас модно Я надеюсь что будет можно Мы в ближайшую недельку с этим разберемся И выложим информацию об этом Отлично Так что еще раз подписывайтесь на группу Если кто еще вдруг не подписался Подписывайтесь на телеграм И на телеграм Еще желательно нажать там на кнопочку Чтобы вам сразу уведомления приходили На новых записях Точно ничего тогда не пропустите Да совершенно верно А для тех кто не знает Что такое группа Другой ветер Сейчас прозвучит трек Да Что за трек Лева вдруг начал вести эфир Хорошо Что слушать то будем А ты с закрытыми глазами Что-нибудь шлепни Давай четвертую сверху Четвертую сверху Раз два три четыре Отлично Песня Моя бесконечность Во моя любимая Смотри Я как знал вообще Молодец Другой ветер Моя бесконечность В прямом эфире На Радиошок Поехали Лежат на взгляд Дыши в два сердца Так летит пуля И кто придумал У нас с тобой В самой середине июля Тебе мысли, стихи Слова мечты Готов дарить вечность И просто знай Просто знай Что ты Моя бесконечность Принимаем эфире на Радиошок Программа Роколагия У микрофона Анастасия Трибунская В гостях у нас группа Другой ветер Сейчас прозвучала композиция Моя бесконечность И в чате пишут Волшебно Спасибо, спасибо Вопрос от Ирины Бащевой Всем привет Хорошего эфира А обложку для релиза Уже придумали? Да Она почти нарисована Рисует Замечательный художник Андрей Уваров С которым мы Очень-очень много Сотрудничали уже По Обложкам К нашим Альбомам Мы пытались Сделать обложку Через искусственный интеллект Я об этом хотела спросить Но потерпели фиаско Решили, что искусственный интеллект Пока что не Достаточно Хорошо понимает нас Для того, чтобы Либо мы Достаточно плохо понимаем Искусственный интеллект Пока еще Это двухсторонняя связь Я думаю, да Короче, у нас не получилось Мы Три дня мучились Но что-то Что-то не то Живой человек Лучше пока что Ну и да, как бы В принципе Достаточно часто Эта тема тоже всплывает И все Сейчас склоняются Больше к тому Что это все-таки Инструмент А не Какая-то самостоятельная Конструкция Которая может что-то делать Да, совершенно верно Кстати, песни Не думали Не пробовали Закидывать так В искусственный интеллект Чисто потестить Ради интереса Пробовали, пробовали Что-то как Один из моих подписчиков Брал Брал песни Другого ветра И закидывал их В нейросеть Суна И делал Из них Версии В других жанрах Типа Какой-нибудь Блотняк Момерки В шансоне Да-да-да Было смешно Было забавно Ну это так Посмеяться Не больше А если ты имеешь ввиду Ну прям писать песни То такого нет Пока мы не настолько Исписались Не, я не в плане Что как бы В свой материал А просто вот Из раздела поиграться Потому что тоже Так ради интереса Заходило И какие-то имеющиеся песни Закидывал И что ты сам своего Что сочинялось Ну не знаю Кто тоже Кто очень все Сразу выделяется Сразу видно Что это искусственный интеллект Ну по крайней мере пока Ну там на самом деле же Очень важен оператор Человек который Задает параметры Условно говоря Того что нужно Получить Это тоже Тоже такая Это да Непростая Непростая вещь Хотя я видела Что уже альбом вышел Целый С нейросетью сделанный Так что Страшно Очень страшно В чате по поводу песни Тоже пишут Мурашки и браво Спасибо Вопрос от юзера 274 Дядя Лёва Привет Вопрос Спустя столько лет На сцене Не приелось ли Исполнять одни и те же Композиции И нет ли профдеформации У тебя есть племянник Дядя Лёва Не у меня есть Один человек Которым мы Мы друг с другом Называем себя дядями Я не знаю Он ли это Дядь привет Нет Такая же штука происходит Когда ты выходишь на сцену Ты Погружаешься в определенную атмосферу И каждый раз заново проживаешь Песню Вот Просто наверное С годами у тебя Определенный опыт Накапливается От точенности Исполнения Вот А эмоционально Ничего не меняется Ну вот кстати да То есть получается каждый раз Сполняя какую-то песню Ты ее по новой проживаешь Или уже там бывает такое Что чисто спел Уже Заученный текст На автомате Что называется Ну естественно Ты уже не думаешь о том Что ты поешь Ты просто эмоционально Это проживаешь Хорошо Вопрос тоже С чата User 634 Пишет Будет ли новый мерч Да Обязательно будет И мы очень сильно Хотим успеть Чтобы На столичных концертах Вот этих ближайших Что-то новенькое появилось Круто А вот альбом Который планируется выйти Он будет на каких-то Физических носителях Или только в сети останется Мы еще пока это не обсуждали Но я считаю Что Раз уж это альбом То Какую-нибудь Ну Полноформатную вещь Я думаю Стоит Выпускать в тираж Хотя бы в начальной Это интересно Ну вообще Последнее время Это Как минимум В качестве мерча Тем кому Интересно Мы Да Ну Такие вещи На концертах Распространяются Обычно Я думаю Надо кассету бахнуть Вплоть до кассет Да Кассета Клево Кассета круто У нас выходила кассета Как-то давно-давно Самый первый релиз Но тогда это делалось Потому что кассеты Еще просто слушали Ну да Кстати нам предлагали Выпустить Какой-нибудь альбомчик На виниле Вот Мы пока в раздумьях Так что ребят Напишите Нужен ли кому-то винил Дорогого ветра Или это Бесполезная история Вы сейчас как раз прошлись По всем темам Которые я себе в сценарий Закидывала Хотела как раз спросить По поводу винила Потому что да Это сейчас актуально И что Тоже В принципе Спидиски Сейчас покупают Больше именно для коллекции А не для того Чтобы слушать Поэтому И некоторые как раз И раздумывают Над вариантами Разными Там что-то такого Необычного Как раз Те же кассеты Там какие-то еще там Пленки Или что-то В этом духе Пишут Пишут в чате Пишут в чате Пластинку Так что В чате Пишут пластинку Так что Видимо ждут Отлично Одну напечатаем Один человек Тру И там есть Лот В том что Эта история Разойдется Это будет Иметь успех Вот Поэтому Нам важно Нам важно Мнение людей Насколько Это востребовано Будет Так что Да Если хотите То пишите Да Вот вам тут Ссылочка на Телеграм-канал Прилетела в чат Подписывайтесь Все обязательно Нас слушает Много народу И должно быть Сколько там Тысяч подписчиков 25 точно К вечеру Должно быть Я думаю Если будет 25 тысяч подписчиков Я сделаю Розыгрыш Чего-нибудь Не знаю Чего Да Пишет в чате User 989 Да Это я Дядя Леша Всегда поддерживаю Дядя Леша Привет Обнял Вопрос от Ирины Бащевой Было ли такое Что песня Писалась для одной Аудитории А отклик нашла У другой А как это А как отследить Ну вдруг Там не знаю Вам написал В комментариях Какой-нибудь Там человек Что вот Я всю жизнь Слушал там Только рэп И вот услышал Там вашу песню Бесконечность И понял Моя бесконечность И понял Что вот я Люблю вот такой вот Мне кажется У такого человека Биполярка Какая-нибудь Или что Нет-нет На самом деле Это довольно частая история Конечно Конечно Ты слушаешь Определенную музыку И тебе может понравиться Трек Другого жанра Это вполне Обыкновенная история Между прочим У нас есть Песня например Засыпаемой По хиоке Которая вообще К року Практически Не имеет отношения Но она в основном Прямо в топе Держится Достаточно давно И долго Поэтому Да Не важно В какой форме Ты выражаешь Свои мысли Да Как ты реализуешь Свои идеи Важно Чтобы это было хорошо Искренне Да Тоже верно Он пишет Что и диск Нужно И кассету Нужно Так что Можно делать Все что угодно Вон Фил Еще пишет Что он тоже Купит Но лично Для него Второй экземпляр Не надо печатать Только один Но мне кажется Можно Хорошо Как я уже Говорила Что у нас Сегодня Собственно Две основные Темы Для встречи И вторая Концерта И будет Будет Такая Необычная Расширенная Программа То Чего мы На стандартных Концертах Не делаем Не знаю Стоит ли Раскрывать Все карты Мне сейчас Страшно стало Что ты там Придумал Я про это Да Так что Друзья Это будет Действительно Интересно Приходите Обязательно 4 ноября Этот концерт Будет Необычный Это точно Я думаю 4 ноября Москва Клуб 16 тонн И 9 ноября Питер Клуб Джаггер И хочу Заметить Что в Питере Концерт Будет Начинаться В 18.00 Такое Необычное Время Начало Такой детский Утренник Да Поэтому не пропустите После концерта Будет Чаепитие Интересно То есть Вы приняли Решение Так рано Начать Или Это от Клуба От организаторов Зависит Это Зависит От свободных Дат От свободного Времени Просто Клуб Джаггер Имеет Такое Свойство Делать По субботам Два концерта Подряд День Ну не хамда Ночные мероприятия Всякие Так что Покупайте билет Если кто еще не купил Приходите И пользуйтесь Случаем 4 ноября Также Всех Кто в Санкт-Петербурге Остается Приглашаю На свой фестиваль Трибуна фест Который еще В мой день рождения Пройдет В клубе Ласточка Там сыграют Группы Шардам Гештальт Манекены И группа Эдо Круто Да Приходите Ну а те Кто будет в Москве Близлежащих местах Конечно же На группу Другой ветер И вопрос Такой Это пока будут Только Питер Москва Или уже Какие-то другие города Планируете Ну смотрите Мы К сожалению Весной Не смогли Закончить Свой тур И не сыграли В двух городах Ростов-на-Дону И Воронеж Вот Мы их Переносим Сейчас Уже можно Объявить даты 13-14 декабря Это концерты В Ростове-на-Дону И в Воронеже Вот Так что Все кто не попал В прошлый раз Обязательно приходите Мы скоро Дадим полную информацию Об этом А все остальное Будет в следующем году Все остальные мероприятия Интересные Отлично Так что Но не обойдется Без сюрпризов И в этом Ага Что-то еще То есть может быть Будет Да может быть что-то будет Но об этом позже Хорошо Хорошо Будут ли на концертах Гости Какие-то Ну люди в зале Да будут На сцене Будут ли гости Или будете Только своими силами Играть Это как раз Относится К необычности Программы И к сюрпризам Которые Мы пока не раскрываем Да Просто приходите Мы вообще не любим Ничего рассказывать Ни о чем предупреждать Да у нас все по факту Происходит Понимаю Типа из раздела Ну мы придем на эфир Поговорить о новых Событиях Но мы не будем Говорить о новых событиях Мы просто так Сидим послушаем музыку Да Хорошо События будут Но мы не скажем какие Да Так в чате Много вопросов Здесь просто чат Очень активный Поэтому если я что-то Не успеваю прочитать Вы пишите снова Потому что могу Просто не заметить Так что мы никого Не игнорируем Спрашивает Моя любимая категория Вопросов Когда будет Киров В данном случае Киров Да Киров Киров Привет Мы На 2025 год Запланировали Очень интересный тур Который начнется С февраля месяца И туда Наконец-таки Войдет город Киров Вот Так что ждите Мы обязательно До вас доедем Прекрасно Также вас очень ждут В Казани И туда тоже И спрашивают Будет ли онлайн-трансляция Концертов в Москве И Санкт-Петербурге О Мы не проксиховали Подобные вещи И наверное пока Пока не будем практиковать От этого ценность Концертов увеличивается Как раз таки Да тоже хотел сказать Что это как бы Такое получается Уникальное мероприятие Которое можно увидеть Только вот придя на этот концерт Да Совершенно верно Спрашивают В Воронеже с новой программой Или с весенней будете Я думаю Мы что-то симбиотическое сделаем Так что В общем Ждать ли новых песен Ждать А там уже Посмотрим Да Спрашивают Вопрос Тоже такое Интересно Не страшно ли Выносить новый материал Сразу на сцену Ведь никто не слышал треки Страшно Очень страшно Мы не знаем Что это такое Если мы знаем На самом деле Вот мне не страшно Мы это обсуждали Между собой У нас немножко разные Смельчак получается С точки зрения Ну Честно говоря Когда играешь Новые песни Даже если они уже вышли Люди Реагируют все равно Как бы Как бы так сказать Не с осторожностью Но они вслушиваются Они стоят Они по-другому себя Немножко ведут И тут в общем Как бы слышал ты ее За неделю до концерта Или не слышал еще никогда Ну Не очень большая разница Ну на самом деле У людей Сформировалось Такое ощущение Что Приходя на концерт И слыша новый материал Они как правило Ничего не понимают Еще и по той причине Что Вот В клубы В которые я ходил К примеру Там Зачастую Очень плохой звук Вот И К сожалению Но у нас Такого не будет Мы очень надеемся На это Вот И зачастую Вот Вся неразбериха Ты ходил В плохие клубы Ну Не ходи больше в клубы У нас просто Не очень много Хороших клубов Честно Честно признаться Один из них Клуб Джаггер В котором будет Хороший звук Нет Ну Джаггер реально Звук всегда хороший По крайней мере На всех концертах На которых я там была Будем на это Рассчитывать Ну кстати Это вот вопрос Тоже Ну вот К этому уже точнее Вопросу Что часто бывает Когда группа Дает концерт С презентацией альбома Они играют только Пару песен с этого альбома А все остальное Какие-то старые хиты То есть вроде бы Объявлена презентация альбома Но с этого альбома Сыграно всего ничего То есть Такой спорный тоже момент То есть Как раз таки Наверное Этим и обосновывается Ну смотри Если группа К примеру Играет в столицах Регулярно То Как правило С новым альбомом Ну Новый альбом Как правило Играется целиком И полностью Вот А если группа В какой-нибудь город Далекий Приезжает Раз в пять лет То естественно Логичнее составить Программу Из каких-то Хороших новых вещей И хороших старых вещей Ну в этом плане Да Пишут в чате Ребята не бойтесь Мы вместе Не страшно Мы любим все новое Так что Лева поднял ручку Вот так кулаком Типа Спасибо Спасибо Думал его видно Ну А нас кстати видно же Да Здесь есть трансляция Как раз таки Лева показывал на ту камеру Которая снимает Здесь трансляцию онлайн Блин А я в носу сижу ковыряюсь А тебя как раз таки не видно Ты там спятался Здорово Так что Классно Тебе только снимает камера Которая потом выйдет Записью уже Спрашивают Дождутся ли вас В Иркутске Вот к сожалению В Иркутске Нас Нас давно Видимо В ближай Ну Короче В планах Которые есть на 25-й год К сожалению Иркутск пока отсутствует На начало 25-го года И спрашивают Очень важно знать Планируется ли концерт В Ижевске Да Безусловно Ангелина Концерт будет В феврале Мы будем в Ижевске Прекрасно Может просто назвать Даты городов На феврале Все И сразу Закрыть все вопросы Да Я попозже назову Просто это проще будет Тем более Они нам известны И мы их в любом случае Скоро расскажем Пусть задают Активность в чате Да Повышают И мы весь эфир Будем отвечать на вопросы Какие города Приедет группа Другой ветер В какие не приедет В чате пишут также Ребята вы крутые Спасибо за ваши треки Ваши песни Хватают за душу До мурашек Спасибо Сердечко Также спрашивают Не планируется ли Запись концерта Для тех Кто не может Попасть на концерт Я понимаю Что ощущения Совсем не те Но хотя бы так Ну вот Мы такие вещи Не практикуем Лучше смотри Попасть на концерт Да И вопрос тоже С чата User345 пишет Такой вопрос Если представить Что одну из ваших Песен выбрали Саундтреком К русскому фильму То Что бы это было за фильм Короче Интересно составленный вопрос Что бы это был за фильм Да Жанр Наверное Может быть Какой-то конкретный фильм Ну я надеюсь Что это был бы Артхаус какой-нибудь Интересный Где чувак сидит И качается на табуретке Полтора часа А фоном играет Песень другого ветра Да Моя бесконечность Три часа Кстати мы как-то тут С другом музыкантом Тоже так Приказывали Что Вообще Возможно было бы Насколько это Попахивает шизофрении Когда Сделать целый Полностью сет Из одной песни В разных жанрах Никогда такая мысль В голову не приходила Попахивает ли этот Шизофрении Попахивает Я где-то встречал Такой концерт Где Кто-то так делал Да Да А это еще знаешь Где было В фильме Про группу Фуфайтерс Они там Снимают В этом фильме Дом Для того чтобы Записать новый альбом И У них там была идея О том что они Делают какой-то луп Музыкальный И этот луп Звучит Сквозь Весь альбом То есть Типа в каждой В каждой песне А в итоге у них На выходе Получился Я короче сейчас Заспойлерил весь фильм Вот Я не помню Как он называется Вот И В итоге они записали Песню длиной 43 минуты Или что-то такое И сквозь всю песню Один и тот же Музыкальный луп Круто Прикольно Да Ну совершенно точно Были концерты Где игралась одна песня Там 50 раз Были такие эксперименты Я знаю Я просто не помню Подробностей Вот вам никогда Б не хотелось Что-то подобного Шифутинский Наверное так делает В 3 сентября Да На своих концертах Ну мы Не занимаемся Артхаусом В музыке А вот в чате Как раз пишут Розовые дни в Артхаус Да Почему нет И вопрос Так тоже Про концерты Приглашаете ли Какие-то группы На разогрев Например В других городах У нас К сожалению Очень сжатые сроки По Передвижению Между городами Очень сложно Отстроиться Да Провести саундчек Полноценно Вот И нам Катастрофически важно Чтобы мы играли одни Вот Поэтому мы приняли Такое решение Что Вероятно Будем пока Играть без разогревов Ну это чисто просто На физическом уровне Гораздо Проще Хорошо Предлагаю послушать песню Да Конечно Что у нас Так Женя Называй Шестую сверху Шестую сверху Это будет пернатый Класс Отличный выбор Может быть что-нибудь Я старался Поехали Другой ветер Пернатый В прямом эфире На радио шок В прямом эфире На радио шок Программа Рокология У микрофона Анастасия Трибунская В гостях у нас По-прежнему Группа Другой ветер Да мы здесь Сейчас прозвучала Композиция Пернатый У нас в чате Много что понаписали Как раз вопрос Тоже Который я сама Хотела задать Что у вас В принципе Давненько уже Не выходило Никаких клипов Планируется ли Что-то на новые песни Или может быть На что-то из старого Мы в прошлый раз Об этом говорили Ну вот вопрос В чате уже написали Поэтому надо же Снова задать Ну сейчас пока Об этом Предметно мы не думали Да Просто Есть мысли Но пока еще Мы Конкретно на этом вопросе Не останавливались Сейчас Сочинение Запись Сведение Вот это Приоритет Да В прошлый раз Мы говорили о том Что у нас Очень мало Видео Клипов По той причине Что мы Очень скрупулезно Подходим К реализации Своих идей Вот И лучше сделать На 100% Вкачественно И Так как мы Задумывали Чем Сделать Кое-как Да Здесь тоже Не поспоришь В чате Спрашивают Ангел Будет на постоянке Что-что Будет ли на постоянке Ангел Я не понимаю Что это за Аналогично Я не понимаю Не знаю Может быть у вас Там на сцену Ангел выходит На песне Ангел с грязными лицами Или может быть Будет ли эта песня В репертуаре Постоянно Может быть это Про Про ангела в зале Может быть в зале Про то что Фан-клуб делает Перф с ангелом Это зависит Исключительно От ребят Мы к сожалению У нас нет власти Над ними Да-да-да Они просто Нас зачастую Удивляют Безбашенными Совершенно Перформансами За что мы Безумно Благодарны Вот Но О том что творится В зале Как правило Мы ничего не знаем Очень знаком Хорошо После кстати Нашей предыдущей встречи Что-нибудь интересное Было кроме тортика На концертах Как-нибудь подарочки Ммм Были гигантские Бумажные птицы На концерте Помнишь Да На фестивале В клубе Бэйс В Москве Тоже замечательный Перформанс Ребята сделали Таких Как раз на песню Пернат Таких птичек Огромных Которые Были На шестах И на ниточках Привязаны И махали крылышками Это выглядело Безумно круто Докольно Мы это увидели Естественно Со сцены Вот И впечатлялись Во время игры Здорово Спрашивают Но улетай ждать вас В следующем году Вы одна из причин Ехать или нет На фестиваль Обязательно ехать И ждать Да Мы очень надеемся Что Все как всегда Сложится Позитивно И мы Нет Ну это размытый ответ Мы Мы заявлены На фестиваль Улетай В следующем году Так что Приезжайте Обязательно И мы приедем Да Интересный вопрос Из чата Что посоветуйте Человеку Который не спрятал Свои крылья И ему их подрезали Все В твоей голове Чувак Тебе подрезали Какие-то Вымышленные крылья Которые Очень просто И легко Превратить В целые Также вопрос В чате Расскажите Пожалуйста Как определяется Список городов На следующий тур Как вы понимаете В какой город С какой частотой Нужно приезжать Ну Мы всегда Какие-нибудь города Новенькие Добавляем Для того Чтобы посмотреть Ну Насколько хорошо Проходят эти концерты Вот А так Естественно Мы смотрим По Как это Объяснить По количеству Активной Аудитории Да По активности Аудитории Ну в конкретных Городах Как-то так Сейчас несложно Отследить трафик Кто из каких Городов Слушает Смотрит И так далее Смотрим Где больше Людей Которые Интересуются Группой И едем В тот Город Чаще Чем В тот В котором Меньше Людей Это вполне Такая Закономерная История Которая Я думаю Что у всех Артистов Присутствует Да Все Более чем Логично И вот Вопрос Так Тоже На концертах И фестивалях Видела Ваши выступления И вы Часто Поете Композицию Свидетель Стабильности Вот И в принципе Таких Остросоциальных Песен Много В репертуаре Не думали Пока Что-то В целях Безопасности Исключать Из своих Сет-листов Или пока Играете Все Не изменяя Себе Ну Мы следуем Из логики Что Пока мы Можем Что-то Сделать И что-то Исполнять Мы это Исполняем Круто И Чтобы Посмотреть Как это Все Звучит 4 ноября Приходите В Москву И 9 ноября В Санкт-Петербург Да Также Что там У нас в чате Еще пишут Какие Пять Любимых Групп Выделите Ну Давайте Пять На троих Давай Другой Ветер Другой Ветер Третье Я думаю Будет Другой Ветер Ну Еще Другой Ветер Иногда Слушаю Да И Когда Совсем Плохо Другой Ветер Слушаю Ну На самом деле У нас Довольно Мне кажется Если Вот так На всех Взять Довольно Разнообразная Палитра Музыкальных Пристрастий Что делим На пятерых Ой на троих Окей Я начну С Соснов Это Битлы Давай Одну Старенькую И Одну Новенькую Вот Так А группа Нирвана Насколько Новая Такая же Как и ты Новая Если Ну Давайте Я остановлюсь Пока Хорошо Дальше Кто Я должен Скажи Я просто От себя Скажу Что я Уже Давно Перестал Выделять Прям Любимые Группы Блин Ну Вообще Все эти Вовлечения С головой Какие-то Там На грани Фанатского Какого-то Отношения Это все В какой-то Ну Подростковый Период Происходит Когда ты И хочешь На кого-то Равняться Может быть И к кому-то Особо Внимание Обращаешь Когда ты Давно Занимаешься Музыкой Когда ты Давно Ее Слушаешь Очень Ну Как бы Глупо Выделять Какие-то Прям Имена И Ну Сейчас Музыка Все жанры Смешаны Сейчас Огромное Количество Разной Музыки Доступ К ней Открыт Постоянно И Ну Ты просто Слушаешь Все Я соглашусь Потому что Назвать Значит Ограничить Ну как бы Да И выделить что-то Значит Принизить что-то Другое Грубо говоря Да и вообще Зацикливаться На чем-то Определенном Не стоит Всегда нужно Что-то новое Слушать Пытаться Здесь да Соглашусь А вот Свои песни Бывает такое Что слушаете Не вот с целью Что-то там Разобрать Выучить Проанализировать А вот просто Захотелось Включили Послушали Ну вот Как правило Нет Даже я испытал Это ощущение То есть До того Как я Стал Частью группы Я Слушал песни Другого ветра Просто Просто так Типа Потому что Мне нравилось И я слушал Вот А спустя какое-то время Уже после Какого-то количества Концертов Я сам Даже перестал Слушать На 37-м концерте Наслужил Примерно так Наверное На 15-м Дело в том Что вот Когда ты работаешь Над альбомом У тебя Твои песни Как бы Разложены Просто По каким-то Молекулам Ты знаешь Каждый звук Каждую ноту Каждый призвук И После релиза Достаточно Один раз Прослушать На таких Возвышенных Чувствах Так сказать Того, что Оно случилось Того, что оно случилось Да, наконец Вот А так, в принципе Все песни звучат У нас в голове Уже без наушников Давно У меня неловкое ощущение Есть От Когда Вот в компании Например, сидишь Где-то там С друзьями И играет музыка Фоном, например И вдруг Внезапно Там в подборке Какой-нибудь Заиграл трек Группы В которой Ну, музыка Ну, твоя музыка Да, например Вот Появляется сразу Неловкое ощущение Такое Блин, выключите Переключите Кстати, да Есть Но не надо так делать Ни в коем случае Если слушаете музыку В подборке И вам попадается Песня группы Другой ветер Ни в коем случае Не скипайте ее Обязательно нужно Дослушать до конца Поставить лайк И добавить в избранное Так вы запустите Алгоритмы Музыкальной площадки И после обязательно Подпишитесь на Телеграм-канал Барабанщик Да, конечно Обязательно Блин, говорит Чел, который шарит По-моему, кстати Никто не подписался До сих пор Я негодую Какой кошмар А ты еще раз Хорошо, смотри Раз ты уже неоднократно Говоришь про то Как попал в группу Расскажи Именно вот Всю историю Ну мы знакомы На самом деле Достаточно давно Я впервые Впервые О группе Другой ветер Я узнал Гуляя по Невскому проспекту Когда увидел Огромный баннер На Невском проспекте С логотипом группы Другой ветер Я подумал Что это за богатые челы У которых есть бабки На то, чтобы Разместить огромный логотип На Невском Вот Ну потом прошло Там сколько лет Десять, наверное, прошло Я раньше играл В других группах Мы часто Крутились в одной тусовке Вот А во времена ковида Мы, наверное, тогда Да, с тобой познакомились Уже прям конкретно так Во времена ковида Когда были локдауны Я делал Онлайн-концерты Занимался онлайн-концертами Когда не было возможности Ходить в реальные клубы На реальные концерты Оффлайновые Мы делали это все онлайн И Одним из таких концертов Был Акустический Он плагит Концерт Группы Другой ветер Еще С прошлым барабанщиком С Вовой Вот И Мы тогда познакомились С Левой, наверное Мы больше всего общались Обсуждали там Всякие детали И потом прошло Какое-то время И Я не знаю сколько Года через два Я ходил на несколько концертов Другого ветра Просто как зритель И потом через какое-то время Просто Лева написал И Типа Гоу Играть Я сказал Гоу И мы поехали через месяц В первый тур Расскажи В каких командах Ты принимал участие Последняя группа В которой я играл Это Ты так спросил Как бы ты не знаешь Нет Я же для Зрителей Для слушателей Последняя группа В которой я играл Это Скопанг Группа Включай микрофон С ними я играл Три Три с половиной года Мы объездили Целую кучу городов Это была первая Такая серьезная Прям Ну Достаточно серьезная Команда В которой я участвовал С которыми мы турили Выпустил с ними Один целый Полноформатный альбом И Штук пять Шесть Наверное Синглов Я с ними выпустил И до групп Включай микрофон Еще были группы Номера Которая Очень хорошо знакома С радиошок Мы играли на Каком-то там Дне рождения Радиошок Или что-то такое Вот В этой студии Вот на Левином месте Я сидел В 2018 году Я сегодня даже фотку Эту нашел Специально Роме показывал Здорово Вот Но этот был давно И еще я играл В группе Адрес Тоже была такая Мои кореша Хорошие До сих пор Я с ними общаюсь Наверное Тебе сейчас знакома И вообще Кому-то из тех Кто слушает Радиошок Наверное Знакома Группа Адрес По проекту Инспайрал Да Конечно Это Миша Из Палатов Он был гитаристом В группе Адрес Мы до сих пор С ним общаемся Мой бро Братулянский Братендер Братишка Круто 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 Так Что у нас там В чате Понаписали Спасибо Что вы есть Был на Улитая На вашем концерте Это просто супер Спасибо 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 Приходи В следующем году Да Также пишет Юзер 557 Свидетель стабильности Это ошибка Как появился этот трек Почему Это ошибка Не знаю Каждая наша песня Это выражение Наших мыслей Нашего взгляда На этот мир У нас нет Ошибочных треков И ошибочных песен Все в порядке Никаких ошибок И вторая часть Вопроса Как он появился Это реакция На окружающую действительность Я не думаю Что Стоит Чего-то Большего Рассказывать Все как всегда Хорошо Ребята Привет Также Такой уже вопрос Про фестиваль Антипати 2025 Собираюсь ехать Хотелось бы вас Увидеть и услышать Сейчас осень До фестивалей И еще целая куча времени Мы сами Не знаем На каких фестивалях Мы будем Немножко нужно Подождать Потерпеть И мы обязательно Расскажем обо всех фестах В которых мы будем участвовать Конечно Нам бы хотелось бы Конечно безусловно Играть вообще На всех фестах Которые только существуют И играть концерты Каждый день Но это к сожалению Невозможно Всегда приходится выбирать Всегда приходится Подстраиваться Под обстоятельства Это нормально? Да Кстати на прошлом эфире Тоже эту тему Уже поднимали И как раз таки На нашем мини-интервью На Улитая Рассказывали Что вам везется Погода всегда на фестивалях Как в принципе Фестивальное лето прошло И много сцен посносили Все Ну вот В Архангельске Да У нас снесло сцену Да у нас на каждом На каждом фесте По-моему в этом году Была какая-то фигня с погодой Да Такое ощущение Что когда играет Другой ветер Ветер меняет направление И что-то с погодой Выходим на сцену Начинается дождь Или еще что-то По-моему в Смоленске Мы под конец лета Первый раз Отметили Что нормальная погода На фестивале Да При этом во время саундчека Полил дождь Да Когда мы чекались Кстати на Улитая Во время вашего выступления Вроде норм погода была А да Как сказать Минус 15 примерно Нет На самом деле Тоже был дождливый серый день Я помню Как мы еще после этого На автограф сессию ехали Было очень мрачно А да Меня грели Курточками Да Уже не буквально Стучали зубы Да Я глинтвейном отпивался Да И Нет Было холодно Особенно если сравнивать С предыдущим За год до этого Улетаем Когда было прям Лето-лето Жарко Солнечное Это да В этом году Было так На грани Особенно Пятница Был самый Прям лютый день Все Да Пишет Мой любимый Самый любимчик Группы Роман Самый профессиональный Гитарист User921 пишет Мой тоже самый Любимчик Да Спасибо Обычно Там вокалист Вокалец Все Лева Как так У нас тандем Да У нас есть рубрика Постоянная В телеграм паблике В моем На который надо подписаться Называется Ромочка и Бобочка Мы скидываем Лифта Луки Ко мне в телеграм паблик Если вы их не видели Переходите в телеграм паблик И подписывайтесь Но если видели Все равно Переходите и подписывайтесь Если они видели То они уже подписались Потому что после такого Невозможно не подписаться Прямо сейчас был свежий Лук из студии Да Да Если что Вы подписывайтесь На телеграм канал Барабанщика Вот ссылка есть в чате Мне кажется Этот эфир стал Рекламой моего телеграм паблика Да Мне нравится Но подписывайтесь На телеграм канал Там просто такое происходит В этом телеграм паблике Что просто невозможно Не подписаться Если что Вы подписывайтесь На группу ВКонтакте Другого ветра Но тем не менее Лучше подписывайтесь На телеграм паблик Вот там снова Скинули ссылку Спрашивают Когда группа В полном составе Собираться на стрим На самом деле У нас есть такие идеи Но видимо В акустическом варианте Мы уже что-то Такое вот Недавно устраивали С Женей Акустический стрим У нас был У нас есть идея Расширить Эту историю И снова дать Возможность Слушателям Погрузиться В наше творчество Мы будем делать Эти стримы С некоторой Периодичностью Пока Пока не надоест Тем кто смотрит Эти стримы Да И когда нас Собираем на альбом Да А на альбом Можно задонатить Прямо сейчас Да Вся информация В телеграм-канале Барабанщик Ну ладно Все хватит Хорошо Подписывайтесь на телеграм-канал Барабанщик Там очень много ссылок Прилетело в чат И все на твой Телеграм-канал У вас как раз По поводу этого стрима Я тоже хотел спросить Что получается Был стрим Такой акустический Плюс ты иногда Даешь концерты Акустические А не было еще Желание сделать Такой мини-тур Какой-нибудь Вот именно с акустикой С полноценным составом Дело в том Что Организовать Тур Полноценный По каким-то Далеким городам Это Ну типа Не очень просто Да Вот Турога богата И Гораздо Круче Приехать туда Где нас не знают Где нас не слышали И В полноценном Электричестве Сыграть программу Этого Многие очень ждут Поэтому Мы всегда стараемся Играть полноценную Электрическую программу Там где это возможно сделать Это важно А если вот так Некоторые группы Делают Вставлять Какие-нибудь Акустические блоки Потому что Здесь смотрю в чате Вопрос был Можно ли услышать Акустику в Воронеже То есть Видимо в каких-то городах Тоже хотелось бы Разнообразить Вот так Как раз в чате Пишут тоже Про два отделения Их мыслей Еще не было Про два отделения Ну да То есть Акустический Сет Акустика А в смысле Разбить на два концерта Не так много времени Мне кажется Чтобы Да это надо Сверхчеловеком быть Чтобы вывести Сразу два концерта Таких Это сложно Физически Не акустический блок Да и просто Это очень разное На две-три песни Вот Ну было такое Было На концерте В Питере Два года назад Да получается Или да Два года Полтора года назад Был такой Акустический блок Возможно Еще и будет Но это не точно Подписывайтесь Телеграм Парабайщик Там все новости Я уже все Я уже Я уже перестал Сам это говорить Давайте еще одну песню Тогда послушаем Так Женя Твой выход Номер One Первый Yes Ангелы с грязными лицами Класс С КТМЦ Слушаем Кружатся вместе с птицами Падают в руки полиции Ангелы с грязными лицами С неба печет вода Звезды взрывая анкеры Падают с неба ангелы Бледными мокрыми крыльями Путаясь в провода Сечет вода В прямом эфире на радио шок программа Роголагия У микрофона Анастасия Трибунская В гостях у нас группа Другой ветер И пока играла песня Все должны были подписаться на Телеграм Парабайщик Это будет основная тема сегодняшнего эфира Но помимо этого Спасибо всем, кто подписался Люблю вас Всех обнимаю, целую Я подпишусь после эфира Хорошо Можешь меня тоже подписаться? Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал и обнял? В прямом эфире На камеру Я отпишусь и подпишусь Сто раз Просто сидишь и такаешь В общем, 4 ноября Москва Приходите все на концерт В клуб Какой? 16 тонн 16 тонн На концерт группы Другой ветер А кто будет в Санкт-Петербурге Приходите в клуб Ласточка На Трибунафест Мой фестиваль Сыграет 4 крутые группы Шардам Манекены Гештальт и Эдо А 9 ноября в Санкт-Петербург Приходите в клуб Джаггер На концерт группы Другой ветер Будет круто Да Точно А можно я рекламу сделаю В группе Манекены Которые будут Вот у тебя там 4 26 октября У ребят концерт Да По случаю дня рождения Кто не знает этих парней Поинтересуйтесь Заходите Да Ну лучше конечно приходить 4 ноября Но кто готов приходить дважды на них Приходите 26 в клуб Цоколь И 4 в клуб Ласточка Большой зал Между прочим Всех идем И подпишитесь на канал И подпишитесь на канал Барабанщика Ну и также на все группы Которые перечислили Конечно же на группу Другой ветер Мне кажется я открыл ящик Пандоры Да Сегодня Да Спрашивали в чате Когда у Ромы с Левой Появятся свои телеграм-каналы Ну там есть ответ уже Ну может быть они уже Вот сейчас Пока я песня играла Создавали каналы Чтобы на них На самом деле Мне многие советуют Может быть я В ближайшее время Что-нибудь и сотворю Но я на самом деле Довольно закрытый человек Мне очень сложно Транслировать Свою жизнь И транслировать свои мысли На широкую аудиторию Вот Поэтому канал будет закрытый По платной подписке Вы видишь Уже схему придумал Да Я так понимаю Он у вас основной Как-то отвечающий За соцсети За пиар За продвижение Своего телеграм-канала Себя Себя да Что бы нет Что бы нет Что интернет с людьми делает Все Испортил Ужас кошмарный Спрашивали в чате Пойду ли я на концерт Ну 4-го числа Конечно же Я пойду на свой концерт А в 9-го Хотелось бы Посходить Послушать Конечно же Новый материал Группы Другой ветер Чего я вам советую Ой Вопрос Ваш любимый И мой тоже Ребята Почему группа называется Другой ветер Здесь лучше задан вопрос Что вложили в название группы Расскажите о смыслах Ну это уже Второй левел Мне кажется Этого вопроса Да Да Это мощно Что вложили Честно говоря Вложили латинскую букву Д Мы очень часто Отвечаем на этот вопрос Мне кажется Самый Мне кажется Если загуглить Почему группа Другой ветер Называется Другой ветер То там в ответах Мейл Будет ответ Возможно Да Но самое главное На самом деле Друзья Это то что вы Вкладываете В это название Потому что Другой ветер Дует исключительно В ваших головах Свой собственный И Это самое ценное Не только В названии коллектива А также Ну в нашем творчестве Находить Новые смыслы Для себя И тогда В телеграм-канале Барабанщика В закрепе Появится ответ На этот вопрос Я подумаю над этим Нет Я вырежу Вот этот Твой Вот этот монолог Сейчас Аудио И Выложу его В паблик Окей Видосом И зациклить Угу И на ютуб-канале Постоянно Вот тут вот С заставочкой Ютуб нет Больше Ну хорошо Тогда Где-нибудь На аналогах В чате спрашивают А не планируете Использовать В записях Глюкофон На крайней акустике Круто вписалось Ооо Да Следующий вопрос Спрашивают Всем привет Расскажите Как устроен Ваш соночек С уважением Андрюха Тарасов Так Мы приезжаем Наливаем себе Бокальчик Пенного Приходят 300 тысяч Миньонов И настраивают За нас звук А мы сидим И потягиваем Судя по выражению Лица Лёва Он об этом Слышит первый раз На самом деле Ну типа соночек Это такой довольно Сложный Технический процесс Если мы сейчас Начнем Рассказывать О всех деталях То это продлится Довольно долго Ну приходим Расставляем инструменты Настраиваем звук Настраиваем мониторинг Слушаем звук В зале Да вот и все Вот так вот То есть это просто Техническая Голая техническая Такая информация Которая на самом деле Никому мне кажется Не интересна Да но это Очень важный момент В концерте Без этого Ни один концерт Не может состояться Да поэтому мы не любим Играть с разогревами Потому что это Вот этот процесс Чинджоверов Когда группы Меняются На сцене Это сбивает Настройки звука И нарушает Вот эту вот Целостность Гораздо круче Выйти На Заранее настроенный Свой сценический Вот этот вот Комплект И сразу Начать играть Это да Спрашивают Также в чате Когда Рома Начнет кидать Кепки в зал После концерта Не напасешься Очень дорого Стоит Не мне Будет стоить То есть Я мне палочки Значит надо кидать А ты кепки Не можешь Но он же не кепка играет Это другое Если бы у него были бы Медиаторы в виде кепок Другое дело Хотя сейчас Медиаторы стоят столько Что уже почти К цене за пару палок Наверное Да Приравнялось Если хороший То да Кстати Вопрос тогда такой Какие Фирмы Модели Предпочитаете В плане инструментов И в плане Так сказать Аксессуаров К инструментам Глюкофон Космоскай 10% скидка По промокоду Через мой Телеграм паблик А об остальном Не буду говорить Они мне не платят За это Хорошо А есть Кстати Вот вопрос Тоже такой Делала недавно Концерт в Москве Вот И была Веселая история Когда Выяснилось Что у барабанщика Нет с собой малого В поезде В 6 утра Вот Ты возишь Везде с собой Основной набор Или где-то тоже Арендуешь в городах В клубах Всегда по-разному бывает Это все зависит В идеале Конечно Я бы хотел Постоянно возить Все полностью свое Но Это Не всегда получается Потому что Когда ты Например Едешь поездом То это удобно А когда ты летишь Самолетом Типа там Куда-нибудь В Ижеск Например Или Куда мы там Летали В Калининград Да Вот То это Очень сложно Из-за Вот это Багаж Там вот это Все билеты Короче Это очень проблематично Хотелось бы Все таскать Всегда с собой Но Не всегда Это дело В идеале Конечно Хотелось бы Чтобы За мной Ходил Человек Специально обученный Который Возит мои Возит мои вещи Это все очень тяжелое Чехол с тарелками Который весит Там 20 килограмм Сумка с малым барабаном Который весит 15 килограмм Ну Вообще В принципе Мы все этим страдаем Потому что Вон у Ромы тоже Стафани Меньше Вот И Но только Рома не может Позволить себе К сожалению Взять прокатное Оборудование Вот А у меня Такое бывает Достаточно часто Например На летних фестивалях Я почти никогда Не возил Ничего своего Просто Играл на всем Прокатном Это удобно Всегда Пишет Юзер 385 Очень рада Что познакомилась Очень рада Познакомиться С замечательной группой Вы Открытие года Спасибо Очень приятно И Юзер 290 Пишет Ребята Какие ваши Любимые места В Питере Что советуете посетить Приеду на концерт Из Брянска Давно не была В этом прекрасном городе Вау Респект За приезд Из Брянска Ну Я за Питер Не расскажу Я в Питергофе живу Вот В Питере Не бываешь Ну Редко Только по По Нуждам Концертным Репетиционным Эфирным Вот Как правило В Питергофе Есть прикольное место Маяк Раскат Около Финского залива Там очень Живописно Посидеть Посмотреть закат Вот Может быть парни расскажут О своих любимых местах В Питере Что-то пытаюсь Пытаюсь сейчас вспомнить Где в каком месте Прикольном я был За последнее время И Кроме своего дома Ничего не могу вспомнить Тяжело как-то На самом деле Очень Очень Насыщенно И разнообразно Здесь Вы приезжаете Особенно если Редко приезжаешь Это Смотрите Каким Ром Человек приедет Из Брянска И спросил У нас У местных Куда сходить А мы такие А ты К себе домой Приглашаешь Нет Ну это Такой сложный На самом деле Вопрос Мы вас не знаем Ж Это я в хорошем смысле Да Напиши Претензии Просто Ну Какие интересы Какие Предпочтения Там пожелания Это все Очень индивидуально Так город большой Красивый Интересный Нужно смотреть Там Какие есть концерты Выставки Если например Куда-то В такие места Хочется сходить Если никогда не был в Питере То нужно просто Идти в Ну вот в эти вот такие Прям самые намоленные места Типа там всякие Эрмитаж Там Кунсткамера Вот это вот все Идешь просто и все И ты по-любому Останешься доволен Или просто выходишь Из метро На гостиный двор На набережный канал Грибоедова И просто в сторону Адмиралтейской Прямо идешь По всем местам Мне кажется Это вообще Самый крутой вид Прогулок Просто выйти И пойти Куда глаза глядят В незнакомом месте Я всегда Мы ездим куда-то В города Я все время Мечтаю о том Что я когда-нибудь Буду так делать Что вот мы приехали В отель Например заселились И я просто бросаю вещи В номере И иду просто Куда глаза глядят Но ни разу Такого еще не было Потому что Времени хватает Мы едем Мы едем из Калининграда Пишет Юзер 207 Очень жду концерт Пойдем гулять По предложенным В сети маршрутам Ну вот Либо такой вариант Класс Ребят Кто из Питера Напишите в комментах Вот ребятам Куда им стоило бы Сходить в Питере Спрашивает Юзер 385 Видимо тоже В тему Этого же вопроса Расскажите Где ваше место силы Все подумали Об одном и том же Блин Это почему-то Становится таким же Частым вопросом Как почему вы так Называетесь Я рассказал только что Про свое любимое место Ну возможно Место силы И является для меня Для меня Мое место силы Там где рядом Дочь моя Больше другого места силы Нет И не важно Где это Милота Да Рома что-нибудь скажешь Да нет Я не знаю Я не задумывался Об этом Ну Ну есть какие-то Личные вещи Там Какие-то Не знаю Места Связанные с детством Там с чем-то еще Но Это никому Ни о чем не скажет Тоже верно Это действительно Такой вопрос Наверное Личный В чате пишут Но я-то вас всегда Жду дома Да вы знаете Скоро приедем Фил Мы сегодня уже обсуждали Это с Левой И пишут Сейчас пойдем Куда глаза глядят Тоже вот Да Прекрасный вариант Вот Самый хороший способ Вообще Недавно на концерте В Воронеже Да Одна из девушек Которая Просто пошла Куда глаза глядят Случайно Леву встретила Помнишь Да Да Так вот Бывает иногда И возвращаясь К альбому Новому Как раз На прошлом эфире Тоже Вопросы тут Задавала Тогда все даже забыли Что у вас есть Стихотворение В альбомах Вот я потом посмотрела Что все-таки Три целых Будет ли что-то Похоже в новом альбоме И вообще в принципе В дальнейшем Мы об этом не знаем Все как пойдет Случай диктует Да Если там будет Какое-то место Где можно интересно Творчески его Обыграть То да Если бы мы знали Что это Да Хорошо Я вот тоже заметила Что сейчас Многие группы Делают такие Концептуальные Альбомы Там Сказки Рок-оперы Там Метал-оперы У вас никогда Не было желания Что-то концептуальное Прямо сделать Такое вот Ну на самом деле Мы сами по себе Альбомы Стараемся Выстраивать Более-менее Концептуально Чтобы это Выстраивалось Какую-то историю Вот А чтобы это Подкреплять Каким-то там Театральным Действом Мне кажется Это Ну мы об этом Пока не задумывались Возможно Это не наш формат Хорошо Ну и В целом У нас наверное Эфир уже близится К своему завершению Поэтому На финал Приглашения От вас На концерты Да ребят 4 ноября Москва Клуб 16 тонн 9 ноября Питер Клуб Джаггер Начало В 18.00 Всех ждем И от себя тоже Еще раз приглашаю На свой фестиваль Трибуна Фест 4 ноября Санкт-Петербург Клуб Ласточка Начало у нас В 17.30 Двери в 17.00 Сыграют Такие группы Как Шардам Манекены Гештальт И группа Эду Всех ждем И вопрос Вопрос финальный Я его уже вам В прошлом эфире задавал На прошлом эфире Но Жени же не было Поэтому Также В том числе и для него Программа называется Рокология Вопрос Как Ваш персональный рецепт Как избавиться от всех болезней Посредством музыки Вот Жени ответит Как избавиться От всех болезней При помощи музыки Ну нельзя избавиться От всех болезней При помощи музыки Потому что музыка Не лечит болезни Ну музыка Лечит только Душевные какие-то болезни А физические болезни Музыка к сожалению Не лечит Печально конечно Но это просто факт Поэтому лечите Душевные Лечитесь у профессионалов Здесь должна быть Реклама медицинской клиники Какой-нибудь А душевные Ну слушайте музыку Да и все Которое вам нравится Это же важно Вообще слушайте всегда музыку Я например листоман У меня болезнь Вот как можно вылечить Болезнь листоманию При помощи музыки Знаете что такое листомание Это болезнь Когда ты не можешь Не слушать музыку А да У меня наоборот кстати Да У меня вот такая Когда ты сидишь Например в комнате И если не играет музыка То тебя плющить начинает Вот у меня такая тема Знакома У меня есть особенность такая Что я не могу делать Два дела сразу Слушать музыку И что-то делать под нее Как фон У меня как будто бы Мозг заточен на Одно действие какое-то Только Он не переваривает Интересно А когда ты играешь концерт Ты получается выполняешь Два действия Ты сразу слушаешь И поешь например Получается можешь Да Но и ты Выполняешь то же самое И не слушаешь Какую-то другую музыку Фоном Подеритесь еще Иногда бывает такое Что во время Исполнения Какой-то песни Наверное у всех Такое бывает В такой какой-то Астрал уходишь И думаешь О чем-то своем Таком Вообще Не связанном Сейчас с концертом Иногда такое бывает А я думал у тебя в голове Другая песня играет Когда ты одну играешь А даже такое бывает Иногда Но вообще было бы прикольно Если бы Женя играл концерт С другим ветром И параллельно просто слушал музыку Я так и делаю Ты думаешь Почему я в наушниках Сижу на сцене Там местный метроном У тебя музончик играет Да, радио Радиошок Радиошок Радио, конечно Исключительно только Хорошо В чате пишут Большое спасибо за эфир И спасибо за рекламу медицины Пусть все прислушиваются Да, спасибо, друзья Будьте здоровы, ребята Да, обязательно Да, спасибо вам За сегодняшний эфир Подписывайтесь на телеграм Паблика Барабанщика Обязательно Ссылку там Модорев, чатский сын Ссылку пусть скинут Да Ну и приходите на концерты И до новых встреч А, кстати Что мы в завершении-то будем слушать? А, Женя Исполняет Рандомную роль По называнию цифры А сколько там цифр? Девять Девять? Тогда пусть будет девять Черный флаг Прекрасно О, нифига Вот это попадание Нормальное, да? Да, звучит частенько Поэтому, я думаю Отличное завершение Что ж Всем спасибо Всем пока Спасибо, друзья Пока Услышимся До свидания всем Редактор субтитров А.Семкин